Поздравляю вас, в первую очередь, Андрея и Наталья, и вас, стоящих здесь, я здесь знаю, познаю только папу, но в остальных не знаю. Мы в данном случае имеем с вами тот хороший взгляд, когда люди серьезно относятся к своей жизни, к своей плоти, к своей душе, к своей жизни, к смерти, когда они стараются жить с облядкой на евангельский закон, и порубит Бог людей. Путь смени на скале, путь корабля в море, так же неизвестен, как путь мужчины к сердцу женщины. Бог порубит людей, и вот мы имеем уже осуществившуюся встречу, двух людей одного духа, превративших в свою встречу с супружеством. Это не значит, что вы избавлены всегда от всех проблем и вопросов, это значит, что вы вышли из Египта. И сейчас мы как Мариам с губными и тимпанами пропели песню «Благодарственную Богу» о выходе из Египта. А теперь дальше нужно двигаться в землю Абитаванна. Все люди путешествуют. Знают они это или не знают, или догадываются, но в принципе думать об этом не хотят. Люди движутся к дверям смерти, за которыми встретит Иисуса Христа, который спросит за них, за все данные таланты, за все сделанные дела, и не сделанные, но пожеланные, за все слова помыслы и прочее, прочее. Мы движемся туда, где одним будет очень хорошо, а другим будет очень плохо, и будет трудно найти середину. И вот вы теперь будете-то сожжать вместе. Как христиане могли быть одинокими, если не встретить свою пару, и двигаться в ту сторону, к дверям таинственным, за которыми Христос вас ждет, в одиночестве. Но, как пишет Соломон, нитка втрое скрученная не скоро порвется. И если один лежит, то ему холодно, а двоим легко согреться. В общем, Господь порует людей, и это нужно воспринимать как дар Божий. Я воспринимаю вашу пару, скромную и христианскую, значит, как дар Божий вам и нам. Никто не знает, с какого колодца он обьется. И желаю вам сегодня, чтобы вы сохранили как можно больше то, что у вас есть сейчас. Когда священник становится священником, только-только становится. И он готов всех мертвых воскресить, всех больных исцелить, всем народам земли пропадать Евангелие. Да, он потом потухнет, но ему нужно как можно дольше сохранить этот первый огонь. Когда монах, ну и самонах, он начинает спасаться, как Симеон Столпнев, потом потухнет, скорее всего. Но ему нужно сохранить свой первый огонь. И когда вы поженились, у нас сейчас вообще, то есть мы в раю. Вы себе не давайте возможности отклониться право или лево, то есть вы в раю сейчас. То есть вы конкретно в раю. Телом вы находитесь на Фаховском переулке, мы с вами можем начать поясать. Души ваши, сердце ваши, в раю, вы это можете почувствовать. Вы как Адам. Нет никого. Еще нет никого. Только пустые пальмы, значит, и те самые. Жирафы и кенгуру. И Господь. Все. Вы Адам. А вы еще имени не имеете. Вы будущая Хава. Ева. Вы в раю уже сегодня. Сохранитель подольше это все. Что все можно потерять. К сожалению, нет таких даров, которые были не терять. Дар нужно сделать таким уже некродомом. И пронесите как можно дольше первый огонь. Правильный первый огонь. А потом будет уже всякая, значит, жизнь вам свои коррективы внесет, и вы будете приуготовляться к разным там всяким житейским сложностям. Это не страшно. Это больно, но не страшно. Неприятное иногда такое. Но не страшно. Это все нужно пережить. Но вот то, что сегодня было, вы должны не забыть. То есть вы реально сейчас в районе. Если бы Бог обрезал сердце человеческое каждой разу, любому из нас, вы бы поняли, что вы в раю живете, что вы в раю стоите. Да. Не происходит так быстро и легко то, что бы мы хотели. В общем, верность, воздержание языка, довольство мало. Хватит. Будем счастливы. Наталья, нет больше мужчинка, не вашего мужа. Андрей, нет больше женщинка, не вашего мужа. Нет. Нету больше. Нету. Все. Первое. Второе. Язык. Язык ломает кости. Язык разрушает цены государства. Язык уничтожает вселенную. Власть над языком, это власть над своей жизнью. Жизнь и смерть в власти языка. Прикусывайте языки. Не обижайте его другого. И не говорите лишнее. И будьте довольны малым. Не будьте ленивы, работайте. Не завидуйте никому. Будьте довольны за то, что есть. Трудолюбивому человеку всегда Бог даст то, что ему нужно. Вообще даже не собирайтесь. Поэтому верность, воздержание языка и трудолюбие при скромности, скромности потребности. Это фундамент вашего счастья. Дай Бог детей. А там будут дети, а Бог даст. И к детям. Бог такой, Он ночью даст. Только не все это замечают. И все. Будем вас видеть в храме. Не сомневайтесь. Есть такие пары, которые мы не будем видеть в храме. А есть такие пары, которые мы не будем видеть в храме. Я думаю, что это будет та пара, которая не будет в нашем храме. То есть это выучить и животе, то есть вот это будет красота. 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 Великая власть говорит. А потом совесть вас уже доведет до нужной кондиции. То есть мы должны говорить. Остальное сделает Бог. Но вы думайте. Если вы думаете, что главное в жизни бабки карьера и удовольствие, вы глубоко ошибаетесь. И лучше поймите это раньше, чем позже. Потому что когда поздно это поймете, это будет достойно слез и великого сожаления. В жизни есть глубокие смыслы, которые здесь лежат. Но вы не знаете о них, потому что вы о них не думали. Ну то, чтобы Бог их спрятал. Просто не думали об этом. Просто вы думали, что смысл жизни его там, 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 там. И бегаете туда, 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 туда. А по факту он крот своих глупых мыслей. Поэтому, находясь сегодня в храме Божьем, я бы очень хотел, чтобы вы не отнеслись к этому, как, ну, меня позвали к ним, я пошел на них, посмотрел, сфотографировал с ними. Ну, красиво, да, хорошо. Вы все сегодня побывали в раю на час. Вам всем сегодня нужно, там, внутри, там, должен рашпиль походить по вашему сердцу, почистить внутри. А как мы же, допустим, там, кто-то уже потерял мужа. И от кого-то давно муж ушел, уже ищет, скрылся и не знаешь, где он. И вот думаешь, женщина, а если бы мы вот сначала бы как-то вот бы, как-то бы с Христом бы, а, нет уже, ну, все, уже делаем. А кто-то еще может. А у кого-то еще, короче, какие-то свои варианты. Но еще важная такая вещь, братья и сестры. Раз уж вы в храме сегодня простоите, и вы крещеные люди, пожалуйста, себе забейте, сами себе забейте. У нас нет такой власти. Мы бы забейте. Но у нас нет такой власти. Вы себе забейте. Гвоздь, голову. На гвозде должно быть написано. В воскресенье нужно быть в церкви. Когда у вас будет одна нога больная и другая здоровая, нужно на одну ногу подтягивать и идти в церкви. Когда у вас будут обе ноги больные, нужно будет ползать на коленях в церкви. Только когда ты ляжешь вообще уже, тогда уже церковь придет к тебе. И причастит тебя перед смертью. Приучите себя в воскресенье быть в церкви. Потому что подавляющее чувство русских людей наклевали на то, что не крещеных. Это все будет страшным наказом. Поэтому вы сегодня пришли в храм Божий для того, чтобы что-то понять для себя самого. В воскресенье нужно быть в церкви крещеным человеком. А вас я поздравляю. Я не уверен на 100%, что все будет так, как нужно. Но у меня есть надежда, которая превышает 50%, что все будет так, как нужно. Я думаю, что здесь есть больше вариантов, что все будет так, как нужно. И да укрепит вас Христос, вот так вот рядом стоя, за руки держаться. Дожить до внуков и никуда не разбежаться, не осквернить ложе свое. И быть верующими людьми, которые могут даже других научить. Может быть, вы еще других научите. Аминь и Богу слава.